Пока еще не с пышной кроной, но уже с претензией на индивидуальность и яркость. Уникальные красные клёны станут экзотическим дополнением территории парка имени Гагарина. Благодаря своей красоте деревья приобрели необыкновенную популярность не только на территории нашей страны. К примеру, в Японии краснолесный клён выращивают даже на балконах и в садовых горшках. А в Канаде он является национальным символом. Сама композиция будет очень яркой, особенно в осенний период, потому что красные клёны безумно красиво выглядят осенью. И барбарис, и кизильник у него тоже такой специфический цвет. Вообще, когда композиция готовилась, выбиралась именно по цветовой гамме. В этом году улицы, скверы и парки нашей страны украсит 180 тысяч новых деревьев и кустарников. Из них порядка 20 тысяч высадят на территории нашего города и региона. В парке имени Гагарина уже появилась новая живая аллея. Кроме краснолесных клёнов в композиции – можжевельник, барбарис, кизильник, лопчатка, страусник и овсяница. Всего 147 саженцев. Высаживать деревья и кустарники волонтерам, экологам и представителям финансовой компании Самары помогала глава города Елена Лапушкина. Мы благодарны и городским властям, и лично Елене Лапушкиной за предоставленную возможность вот в этой жемчужине, в парке Гагарина, сделать что-то приятное для людей. После высадки в грунт красные клёны укрепили специальной опорой. Она позволит деревьям расти правильно и сохранить стройную форму. Уже осенью можно будет наблюдать природное многоцветие клёнов, листья которых невозможно перепутать ни с одним другим деревом. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.